Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. Некоторые мотоциклы находятся как бы вне времени. Их популярность не уменьшается с годами. Yamaha Virago XV400. Эта скромная по объему, но эффектная внешне модель появилась в 1987 году. Наш экземпляр 1989 года выпуска. В нем полнейшее смешение жанров. Низкое сиденье, вынесенные немного вперед подножки, обилие хрома, разноразмерные 15-19 дюймов колеса. И задранный вверх небольшой бак капля. Это черты чопера. Однако низкий руль и дополнительный 8-литровый бензобак, установленный под сиденьем, намекают на то, что это круизер. На самом деле, скорее всего, мы видим классический мотоцикл. Об этом говорят небольшой угол наклона передней вилки и традиционная посадка водителя. Двигатель V-Twin с воздушным охлаждением двухкарбюраторный. По виду в нем не меньше литра, но это обман зрения. Всего 400 кубических сантиметров. Мощность 40 лошадиных сил. Он способен разогнать аппарат до 135 км в час. Расход бензина около 5 литров. Теперь можно опробовать Virago на ходу. Запускает двигатель. Из приборов тут только один спидометр. Поехали. Он великолепно тянет во всем диапазоне оборотов. Управляемость гораздо лучше, чем у чоперов. Тому причина небольшой, почти классический вылет передней вилки. Короткая база и низкий центр тяжести. Эластичный мотор позволяет переключаться с первой сразу на третью, потом на пятую и ехать на ней даже со скоростью велосипедиста. К тормозам нужно привыкать. Их эффективность под вопросом. На небольших скоростях это не ощущается, но если разогнаться за сотню, есть шанс закончить торможение в чем-нибудь бампере. Это конструкторский недочет. Единственного диска с однопоршневым суппортом на переднем колесе явно недостаточно. А барабанный задний тормоз никудыш не помощник. В 90-е в нашу страну хлынули потоки не только автомобильного, но и мотоциклетного секонд-хенда. Virago был очень популярен. В 1990 году Yamaha подвергли небольшому рестайлингу, а в 1998 ее выпуск прекратили. Удивительно, но спустя два десятилетия популярность модели меньше не стала. Никого не смущает ни год выпуска, ни малокубатурный мотор. Секрет успеха этого мотоцикла в сочетании трех составляющих. Невысокой стоимости, яркой внешности и достаточной управляемости.